Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 5 сентября. Убиение святого князя Глеба. Брат святого князя Глеба, Святополк, обманом вызвал его из Мурома, послав ему сказать «Отец твой при смерти и зовет тебя». В то время Святополк уже умертвил брата Глебова, святого Бориса, и стал замышлять и убийство святого Глеба. Глеб, младший сын святого равнопостного князя Владимира Великого, от христианского супружества его с греческую царевною Анною, был князем древнего Мурома, центра северной Ростово-Суздальской области. Борис, родной брат святого Глеба, от той же матери, князь ростовский. Братоубийственно умершлен подкупленными убийцами вскоре по смерти Владимира в 2015 году, на реке Альки, где стоял с Таном, возвращаясь с похода на Печенегов. Святополк, сын Владимира, от вдовы брата его Ярополка, за свое злодеяние остался в истории с именем Окаянного. По убиении Бориса и Глеба он был побежден Ярославом Мудрым, изгнавшим его из Киева, бежал в Польшу, и впоследствии погиб злой смертью в пустыне между Польшей и Богемией. Он имел нечестивое намерение убить всех своих братьев, чтобы взять всю власть в свои руки. Но концом этого злодеяния была вечная мука по слову пророка. Увязи грешник в сети своей. В то время как князь Глеб был уже на пути в Киев и находился близ Смоленска на Смядыне, настигли его окаянные убийцы, посланные Святополком, по злобе своей, подобные свирепым зверям. Святой Глеб ждал от них приветствия, но они замышляли на его жизнь и неожиданно окружили его со всех сторон. Затем повар Святого Глеба, родом Торчин, зарезал господина своего ножом. В месяц, а сентября, в пятый день. Его тело было брошено в пустом месте, но Господь Бог не оставил своего раба, но прославил его, как некогда, из святого первомученика Стефана. Иногда над местом, где лежало тело святого князя, виден был огненный столб. Иногда же являлись горящие свечи, или слышалось ангельское пение. Видевшие это знамение, возвестили они в городе, жители которого взяли тело святого и перенесли в их город. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok